Друзья, напоминаю вам о том, что у нас идет сбор средств на приобретение, так сказать, собственной площадки канала Я и мой хвост, где мы будем далее развиваться, снимать новые сюжеты, какие-то работы с дополнительными животными. Внизу вы видите реквизиты, на которые можно сделать перечисления. Также у кого нет возможности перечислить какие-то деньги, какие-то средства, прошу, вы можете помочь каналу, если вы будете полностью просматривать рекламу, то есть не прокручивать ее. Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и мой хвост, я его автор и ведущий Олег. Друзья, ну накопились опять вопросы, я долго думал, как отвечать на эти вопросы и решил вот такую вот линию сюжетов такую снять, вот том, как создать зону комфорта возле хозяина, возле человека, который имеет собаку. И эта собака почему-то стремится от него все время убежать. То есть наши новые пользователи, ну это большинство вопросов объединяют себя. Поэтому сюжет будет не один, а сюжетов будет несколько. Объединяет себя в том, что вроде собака есть, вроде, вроде как выстроили какие-то взаимоотношения, да, вроде в квартире где-то или в привычной какой-то обстановке, там, возле дома, возле коттеджа. Собака подчиняется своему хозяину. Но стоит выйти за ворота, стоит выйти на улицу и все. И здесь уже у собаки сносит крышу. И у нее уже зона комфорта находится не возле своего хозяина, а где-то, где-то, где-то далеко, где-то с другими собаками, где-то в другом месте, где запахи отвлекающие. Поэтому я решил вот остановиться на этой теме более подробно. Как все-таки создать зону комфорта возле своего хозяина. Ну, я везде, постоянно, во всех сюжетах говорю об этой зоне комфорта, но вот это какое-то понятие не до всех доходит. Что же это за зона комфорта? Поэтому давайте как-то включим ассоциативное мышление и подумаем, что же такое зона комфорта. Собаки у нас индивидуальные, так же, как и люди, и поэтому зона комфорта у всех разная. Давайте вот по аналогии с человеком. Вот я сейчас сижу с вами, общаюсь, да, вот у меня кружка чаем рядышком находится, видеокамера, то есть вы, я с вами общаюсь. Для меня это своеобразная зона комфорта. Но зоны комфорта бывают разные. Ну, вот, например, такие. Кому-то комфортно за рулем автомобиля. Поехали! Кто-то комфортно себя чувствует в магазине. У собак это все то же самое, все тоже разное. То есть собаки бывают, то есть давайте изначально, вы должны узнать, что же все-таки по вашему мнению больше предпочитает собака. Она предпочитает у вас игру или предпочитает лучше подкормку. Ну, это выяснить достаточно просто. Но тут опять же возникают вопросы. Мы вот не можем, пишут мне счастливые обладатели немецкой овчарки, да, допустим, что мы свою собаку не можем разыграть. Ну, здесь мне очень тяжело в это поверить, потому что как бы, ну, 90%, ну, минимум 80% немецких овчарок, они игроки по своей натуре. Здесь просто понимаете, вот как вы будете вот эту игру преподносить животному. Все зависит от вас. Если вы вот эту зону комфорта в виде игры будете преподносить изначально, то есть по игрушкам, да, вот, игрушки же тоже разные бывают. Ну, как, опять же, я вот аналогию с человеком приведу. Вот, есть, значит, у меня здесь Android телефон, да, есть телефон, вот, iPhone, да, Apple, да, есть вообще вот такой кнопочный телефон. И все мы разные абсолютно люди, значит, как бы одного устраивает такая игрушка, другого такая игрушка, третья, третья игрушка играет. Поэтому здесь вы должны подобрать игрушку непосредственно для собаки. То есть, чтобы для собаки это была как бы игрушка приемлемая. Если это у вас собака как бы пищевик, и вы пищевика используете, то есть у него дома постоит постоянно в свободном доступе какая-то еда, то вы, опять же, привилегии счастливым обладателям еды, в которой находится только хозяина, вы сами себя лишаете этого. То есть вы можете перенести кормление собаки не возле тарелки где-то в квартире, да, там, или в доме, там, допустим. А можете в процессе игры, в процессе выгула на улице собаку подкармливать. То есть вот она, зона комфорта, находится возле хозяина. И вот таким образом формируется зона комфорта. Потом, смотрите, если собака убегает к другим собакам, да, ну, здесь, опять же, виноват кто в этом во всем? В этом виноват только тот хозяин, который зону комфорта выстраивает не возле себя, а возле другой собаки. Так что, друзья мои, вот сейчас вот я вам вкратце, в общем, описал, чтобы вы задумывались над своей линией поведения, да, об этом, обо всем хорошенечко подумали. В следующих роликах, как бы, мы поговорим более комфортно, ну, в частности, о выборе игрушки и о том, как правильно играть нужно с собакой, да. То есть от этого тоже зависит очень многое. Так, друзья, еще забыл, знаете, вот в одном из роликов я вам показывал, что мне из Казахстана ребята прислали чай. Казахи, друзья мои, граждане Казахстана, я знаю, у нас в России здесь чай этот не найдешь. Пиала называется, это гранулированный такой хороший чай. Вот здесь вы сейчас видите адрес, по которому можно со мной связаться. Я заплачу, ребята, заплачу честное слово. Пришлите мне, пожалуйста, пачку хорошего чая, гранулированного пиала. Ну, или там на ваш вкус какой-то, лишь бы это был хороший какой-то чай. Потому что у нас в Сибири найти невозможно. Я сейчас допиваю последнюю вот эту вот кружку, которой у меня больше, собственно говоря, нет. Я перешлю деньги там на какой надо адрес. Вы только скажите, куда, чего и сколько надо отослать. Я сразу же немедленно вышлю. Друзья мои, с вами был канал Я и мой хвост. Я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение. У вас все получится. Продолжение этой темы обязательно последует. Мы будем развивать ее. Спасибо. Спасибо.